Привет, народ! Привет всем! И добро пожаловать на очередной закуп игр под номером черти знает каким. Сегодняшний закуп у меня будет посвящен только играм для консолей PlayStation 5, потому что так уж получилось, что у меня насобиралось огромное количество Xbox игр, или точнее сказать Xbox дисков, более 30 штук, и с ними я хочу разобраться в следующем видео, которое будет посвящен только Xbox. Так вот, народ, сегодня у нас 15 игр, есть как небольшие новиночки, есть как стариночки, есть как, конечно же, эксклюзивные игры, как же без них на консоли PlayStation 5, и, конечно же, еще есть игры такого рода, которые я хочу иметь на обеих консолях. То есть у меня есть игры для Xbox, и теперь я хочу их также иметь в коллекции для консолей PlayStation. Так что, народ, давайте не будем откладывать все в далекий ящик, и приступим прямо сейчас к нашей распаковке. И начать я хочу с игры под названием War Mongreels. Если честно, я прямо сейчас впервые прочитал это название War Mongreels. Mongreels, я без понятия, что такое, Renegade Edition. И это у нас, как вы видите, опять же, игруха в так называемом рукаве или слипе. То есть называет каждый по-разному. Давайте будем открывать, чтобы, конечно же, опять же, не повредить дисочек. И самое, конечно, хорошо, когда я увидел, что у нас продается такое издание. И да, оно, конечно же, в слипе, но внутри обыкновенное стандартное издание. То есть слип у меня, конечно же, как всегда, уходит в секретное местечко мое. Секундочку, брюки превращаются. Помните, да? Постоянно вот с такими вот приколами, когда встречаешься, становится прям не по себе, когда не удается это все недоразумение открыть. И вот придется опять надрезать. И я первый раз такое вижу, если честно. То есть игра-то запакованная, да? Ленточка осталась с PlayStation. Игра запакованная, но сам диск не запакованный, народ. Окей. То есть, смотрите. Давайте сейчас сначала посмотрим на упаковочку уже без фольги. И самое, что мне понравилось, или вообще из-за чего я взглянул на эту игру, хоть это абсолютно не мой жанр, но в коллекции, повторюсь, охота такое иметь. Я посмотрел, что да, на Xbox, опять же, диска нету, только цифровая версия. И интересно то, что физическое издание издавала группа Meridian Games. То есть, вы по моим видосам уже прекрасно этих людей знаете, эту контору. То есть, она занимается тем, что выпускает действительно низшие продукты или нишевые продукты. То есть, продукты бюджетные на дисках. Это заслуживает, с моей стороны, просто похвалы. И я, конечно же, пытаюсь поддерживать их просто обеими руками, как всегда. И да, что это вообще такое, народ? Это у нас стратегия в real-time про Вторую мировую войну. То есть, тема заезженная, понимаю, но мало ли, мало ли. Сразу у нас гласит надпись на подкассетнике, что у нас присутствуют также русские субтитры. Отлично, отлично, отлично. Давайте будем открывать. Оп. И опа как, опа как. Слушайте, вот это просто зашибенно. Вот это я приветствую, народ. Вы посмотрите, вот у нас слип, который, да, просто здесь обыкновенные написаны буквы W и M. А здесь прям отличный такой, я даже не знаю, секундочку, это уберу. Прям отличный подкассетничек, вы посмотрите. Очень красиво. И вот этот арт мне, конечно, намного больше нравится. Слушайте, классно. Опять же, к сожалению, к сожалению, диск не выходил, как я уже сказал ранее, для Xbox. А так бы, конечно же, взял его туда. Потому что, вы знаете, моя главная коллекция, конечно же, это Xbox. Но окей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь тел у нас. И, по-моему, за эти семь тел мы можем каким-то образом сражаться. Вот вы видите, чувачок с ножом, чувак с автоматом, с пистолетом, с дробовиком. То есть, что-то интересное. То есть, маленькое, аккуратненькое. Вы знаете, я обожаю такие игры. То есть, как для меня. Обязательно попробую. Не исключаю того факта, что я игру заброшу сразу же после десяти минут. Потому что, ребята, к сожалению, не мой жанр, как я уже и сказал это ранее. Так. Смотрим, дисочек у нас. Аккуратненький. War Mongrels. Блин, узнать бы, что такое слово Mongrels. И вы посмотрите, народ, опять, опять. То есть, я вам никогда не вру, да? Когда я говорю, чем бюджетнее игра, чем бюджетнее издание. Или вообще, что-то маленькое. То есть, не ААА, блокбастер, там какой-нибудь эксклюзив от Sony или от Microsoft. А маленькая инди-студия, которая делает игрушки. Тем более, выпускает на дисках. Вы посмотрите, народ, у нас тут княженция. То есть, во-первых, у нас здесь какой-то саундтрек донлод дают. То есть, я не знаю, если вы успели, то вы молодцы. Можете попробовать скачать. И здесь княженция. Смотрите, ну, это просто обалденно. Обалденно. И мало того, народ, им не хватило того, что они просто княженцию положили сюда. Они нам еще, конечно же, ее сделали цветную. И сразу, что мы первое видим, это фашистский крест. И мне интересно, в немецком издании этот фашистский крест присутствует или нет. То есть, это немецкое издание, как вы можете посмотреть. То есть, вот вам плашка ОСК. Но, как я уже вам и говорил, существуют некоторые игры с цензурой. То есть, что относится или когда речь идет о фашистских крестах. Итак, вот эта версия, это UK-версия. То есть, точнее сказать, я ее взял в Швейцарии. Без понятия. Без понятия. Чисто немецкая версия существует или нет? Было бы очень интересно посмотреть на цензуру вот этой княженции. Да, у нас здесь, смотрите, вот она дамочка. Да, да, да. Это Гретта, Йохим Цеммлер. И я, как посмотрю, народ, это же все Леонард Соколовский. Это вроде бы то ли поляки, то ли фашисты. Смотрите, Лукас Янис. То есть, мы играем, наверное, за плохих. Хотя, может быть и нет. Я не знаю, народ. То есть, княженцы, где нам полностью описывают всех главных героев. Народ, это просто, я не знаю, это заслуживает похвалы, если вы меня спросите. Так что, еще раз, еще раз, в очередной раз мы с вами убедились, что только инди-разработчики и вот такие вот бюджетные продукты, или проекты, точнее сказать, если позволите, могут себе позволить вот такое вот наполнение накидать на диски. И это просто офигенно, народ. Так что, вор, монгрельс. И они уже мягко��ят. Может, вы отдадите больше каких-то наших соли. Явен специальный замок на наш корректор, но наши артилилеры бежит их обратно. Вы общее уделили, чтобы вы вытащили замок на замок. Это единственный способ, чтобы наши наши силы потерялись. Эвал, поставь его однажды на голову думающего, но это было бы подозревать, что Эвал не еще продолжает жить. Эвал, я не люблю над головой думающей, сман. Шайзер вверх! Драйвер, быстро! Встречащий артиллерий! Шайзер! Ф-ф-факен-газ. Эвол, это ты? Да! Давай! Слышь! Мы должны идти в тренинг! Давай! Они остановились! Хайн. Свай. Драй. Хайзер! 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 Хантка! Продолжение следует... 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 И я их очень-очень сильно люблю, если позволите. И, конечно же, издателем выступает у нас DeVolva Digital. То есть, вы знаете, это контора, это просто обалденная контора, которая выпускает просто 99,9% индюшатины в свет. Это классно. Я обожаю также DeVolva Digital. То есть, у них реально можно найти игру на любой вкус. Так, давайте будем смотреть, что у нас здесь. А здесь у нас ничего нету. Ну, смотрите, десочек красивый, обалденный. То есть, такая вся азиатская, какой-то флэр такой азиатский. Очень прикольно, красиво. То есть, ну, мне нравится. И, кстати, я посмотрю, вы что-нибудь вообще видите или вы нифига не видите? Я вот так вот не могу, если честно, разобраться сейчас через камеру. Но да ладно, надеюсь, вы что-то видите. Гарантийный талончик, который нафиг мне не нужен. И у нас даже есть внутренний арт. Давайте посмотрим. И у нас, да, там стоит просто человек вот такой вот со стволом. Ладно, ребята, вы же знаете мои видосы. Я не могу, чтобы не показать вам все, как есть. Потому что, ну, блин, раз уж мы тут сидим, давайте уж показывай все, как говорится. Цитата, кстати, Рипли из Чужих 2. Помните? Обалденный фильм. Ой-ой-ой, надо будет пересмотреть еще раз. Так вот, вот это вот лицевая сторона и вот это у нас задняя сторона. И вот этот вот чувачок такой с ехидной улыбкой стоит здесь со своими стволами. Круто, круто, круто. Так, аккуратненько. Главное, ничего не помять. Вот это вот мне не нравится. Когда смотришь внутренний арт, постоянно нужно после этого, конечно же, этот же самый арт запихнуть назад. И это не всегда хорошо получается. Иногда, если нехорошо это все сделать и поторопиться, вот здесь вот иногда можно сделать небольшой загиб арта. И это просто не прикольно. Народ. Так что Shadow Warrior 3 Definitive Edition. Почему называется Definitive Edition, я не знаю, но, наверное, этот подзаголовок имеется только на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X. Потому что, повторюсь, игра выходила также еще и на старом поколении. И там, наверное, у нас до 10-10p, 30 кадров. А здесь, наверное, Definitive Edition подразумевает под собой именно то, что игра адаптирована под новые консоли. Ну, давайте посмотрим, как она адаптирована под эти самые консоли. Зилла, я пришел, но я не счастлив. Я сказал, что ты не разговариваешься с магией. Это правильный номер один, Зилла. Все что-то плохое, что происходит, происходит потому что какой-то morон разговаривает с магией. Я не становился самый сильный человек в мире, но следует правила. Я делаю правила. Да, я уверен, что ты не чувствуешь так сильный сейчас, а ты? Ха? Ты? 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 Ты в ходе, оцениваешь меня смотреть за我的 простыми проблемами? Я не могу, чтобы полик, может, не мыш WAR! Я меня хочу! Это былоart様о! Ну, ты здесь в statements? Это будет верно, точно. Вперед в холле! И вы в холле, кстати. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и конечно же я не мог не пройти мимо, мимо вот такой вот игры под названием Final Fantasy VII Remake. И это не просто ремейк, это уже ремейк Intergrade, то есть полное издание для PlayStation 5. Как вы знаете, в начале игруха выходила для PlayStation 4, и потом вышло переиздание для PlayStation 5 уже со всеми дополнениями, со всеми улучшениями. И, народ, что могу сказать? То есть я, когда смотрю на последние игры Final Fantasy, вот такие как Final Fantasy VII, такие как Final Fantasy XVI, я даже не знаю, я немножечко, немножечко, я даже не знаю, строго, если позволите, смотрю в сторону Square Enix и что они творят. То есть мне не нравится то, что людей, обладатели Xbox просто отстраневают от этих игр Final Fantasy. То есть понятно, почему это все делается, то есть Sony хочет, чтобы их консоли продавались, это все понятно, это все маркетинг, это все бизнес, понятно. Но мне единственное, жалко действительно людей, которые не могут себе позволить две консоли или у кого нет игрового ПК, чтобы поиграть в эти игры. А, например, старый фанат Final Fantasy. А как вы помните, Final Fantasy в Xbox 360 время выходили очень-очень часто на консоль, то есть там были и 13, и 13.2, и Lightning Returns, то есть вы помните, да? Кстати, все идут по обратной совместимости в 4К и 60 кадров на Xbox Series X, к слову. Так что много людей, кто любит Final Fantasy, но вот у них, допустим, Xbox, да? И просто тупо в эту игру не поиграть. И вот это вот я считаю просто раком игровой индустрии, вот эти вот эксклюзивные игры. То есть, опять же, не поймите неправильно, это да, это понятно, консоли хотят продавать и все вот это. Но что от Microsoft я не хочу видеть эксклюзивы, что от Sony я не хочу видеть эксклюзивы. Я хочу, чтобы все люди играли во все игры там, где им это удобно. То есть мы сейчас уже в новом поколении, это 2023 год, пора забыть полностью уже о старом и идти в ногу со временем. То есть делаете игру, так распространяете ее повсюду, то есть вы понимаете, да? Ну, когда речь идет о Final Fantasy, допустим, здесь вот честно скажу, 16-ю я не знаю, но 7-ю я прекрасно знаю, что 7-я была, допустим, на PlayStation 1. Это был хит. Это был просто неповторимый хит. И я не знаю, ремейк, я когда немножечко посмотрел прохождение, где-то часа 5, наверное, да, немножечко, но для игры Final Fantasy это действительно немножечко, мне все понравилось, но мне не понравилась визуализация. То есть все очень-очень бедно, скудно и как-то некрасиво даже. Заставочки выше всяческих похвал. Персонажи просто неимоверно красивые. Музыка, геймплей, все классно, но вот единственное визуал подкачал. Вот действительно, даже и не скажешь, что вот оно новое поколение консолей. То есть очень бедные текстурки. Иногда текстурки подгружаются, особенно если речь идет о PlayStation 4. Но да ладно, сейчас не о технических составляющих игры, а вот именно Final Fantasy 7 пусть будет у меня на PlayStation 5. На PlayStation 4 я ее, конечно же, не покупал, потому что уже тогда знал, что 100% выйдет игруха для PlayStation 5 на диски. И вот она вышла со всеми дополнениями. Сразу хочу вас огорчить, ребята, если кто-то еще не имеет в коллекции вот этот вот диск, но хочет или планирует его купить. Народ, к сожалению, к большому сожалению, все DLC здесь не на диске, а ваучером, то есть кодом. Да, игра полностью составляет, у нас или занимает 100 гигабайт, и наверное 100 гигабайтного диска не хватило для вот этого всего. То есть здесь у нас небольшая вот такая вот надпись, что все вот эти вот эпизоды и еще какие-то дополнения все нужно качать из интернета. О чем гласит вот эта вот надпись здесь, что вам должно быть не менее 16 лет, бла-бла-бла-бла-бла-бла. То есть, да, к сожалению, не все на диске. На диске только сама игра, и не более. Опа, здесь сразу что-то вылетело. Давайте посмотрим, что это такое. Мне прямо интересно стало, что это. Heavensward. Хм. А, Heavensward. Я хотел прочитать как sword, как меч. Нет, это sword. Final Fantasy Online, без понятия, что это за бижутерия такая. Здесь у нас, опять же, эти всякие регистрационные коды для Square Enix, и еще, и еще какая-то. Ладно, пусть вся макулатура здесь лежит. То есть, ну, так себе. И вот такой вот у нас дисочек. Final Fantasy, ремейк, да, 7, все, все, блин, вместилось. Я имею в виду, вот эта большая игра вместилась на диск, но, к сожалению, без DLC. И, народ, я прям не знаю. Вы посмотрите, у нас есть белый арт. То есть, вот стандартный арт, который у нас прям по стандарту. И у нас есть вот такой вот арт, который, кстати, очень такой минималистичный и прям тоже здоровски смотрится, если честно. Но я уже привык, знаете, к вот этому белому. Так что я белую или белый арт оставлю по стандарту. Пусть будет вот так вот. И, кстати, классно, что игру я вначале не брал уже. Сколько она? Уже почти год как вышла. И ее сейчас можно взять за 35 евро. То есть, для этой игры это действительно дешево. Так что Final Fantasy VII в коллекцию на PlayStation 5. Это было неизвестно. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И еще один эксклюзив консоли PlayStation 5. Это игруха под названием Forspoken. Да, она сейчас очень-очень катастрофично. Просто упала в цене. И я ее взял за 20 евро, народ. Так что... Пусть будет в коллекции. Продолжение следует... Forspoken. Какие-то, опять, коды. Какие-то регистрационные карточки. Поворачивающийся или внутренний двойной арт. Первый или главный арт. И второй, который также, если честно, выглядит сногсшибательно. Арт выглядит сногсшибательно, если честно. Продолжение следует... 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 И опять же, к сожалению, к сожалению, на боксе диска нету, только цифра на плойке, по-моему, и что на четверке, что на пятерке, хотя про четверку не берите это слишком во внимание, вроде бы на четверку даже не знаю, вот на пятерку 100% вышло, как вы видите. Что это такое? Это у нас игруха, где мы приключаемся в каком-то приключенческом мире вот такими вот маленькими игрушечными солдатиками. И самое, что интересно, народ, в игре присутствовали такие разработчики, которые принимали участие при создании, народ, держитесь, фейбл. Да-да, того самого первого фейбла. То есть, я не знаю, сколько этих людей здесь принимали участие, может быть, просто это были, я даже не знаю, какие-нибудь там мусорщики, когда мусор убирали из офисов, в котором делали, допустим, этого самого фейбла. И сейчас они сюда прикрутили эту надпись. Может быть, это какой-то, я не знаю, слесарь приходил, когда, или водопроводчик приходил туда в офис, у них там было что-то, какая-то, я не знаю, ажиотаж, затоп, и он им трубы чистил. И вот каким-то образом он здесь принял участие также в разработке этой игры и написали от создателей фейбла. То есть, очень громкие слова, я этого все, конечно, не верю. Может быть, один человек каким-то образом принимал участие, конечно же, в разработке фейбла, но да ладно, сейчас не об этом, народ. Так что, мне этот релиз понравился, то есть, мне не то, что понравился, а приглянулся, потому что такое, ребята, такое я люблю. И опять же, интересно, что издателем у нас выступает White Production. Вы знаете, это очень-очень нишевые продукты, то есть, есть большая вероятность того, что в скором времени вы их просто не найдете. Так что, такие продукты я пытаюсь брать сразу на старте, благо цена позволяет. Цена сколько? 25 или 30 евро. То есть, я помню, что эти игры маленькие, они стоят ровно в половину ранешних игр блокбастеров. То есть, ранешних, я имею в виду, когда у нас игры стоили по 60 евро, а не по 80 или 90, как, например, в нынешние дни. Ну да ладно. Да-да-да, вот здесь вот такое вот называется. Стоит надпись «Приключения от создателей Fable». Ну окей, народ. Окей-окей-окей. То есть, прикольно. Вот я смотрю на скрины, и мне чем-то напоминает то старое доброе PlayStation 1, PlayStation 2 время. Когда у нас разработчики не пытались только в AAA-блокбастеры, а у нас были какие-то маленькие игры. Такие, как Mark of Cry, такие, как, например, Pitfall, вы помните, да? То есть, такие, как Kaya, Linegate, что-то там как-то связано с этим названием, Vex. То есть, помните, вот такие вот маленькие красочные игрушки. И вот это вот, я прям, когда смотрю на вот этот вот подкассетник, я прям возвращаюсь в то время. Мне такое, народ, нравится. Это очень-очень круто. И опять же, смотрите, у нас Wired Production, и насколько я знаю, они постоянно кладут саундтреки. Их вот хлебом не корми, дай покласть саундтрек. Так, Teen Hearts. Здесь у нас какие-то, да, реворды. К ним заходишь на сайт и скачиваешь какие-то или скринсейверы, или еще что-то. И вот это вот мне не сильно нравится. Сейчас я вам покажу, что я имею в виду. Так, Teen Hearts, десочек, прикольненький. И вот это вот недоразумение на заднем плане мне не нравится. Это что-то типа Let's Talk About. Это у нас какая-то Safe in Our... Ой-ой-ой, это какие-то... Опять, это какие-то... То ли... Я даже не знаю. Короче, всякая ерунда вот эта вот современная просачивается даже в инди-разработку. Это вообще, вы посмотрите. То есть, взяли и испортили полностью задний арт. Если бы он был бы просто белым, а без вот этой рекламы, было бы все гораздо красивее. Но да ладно. Не люблю такое. Не люблю, когда игры используют или подкассетники игровые используют как рекламу. И, кстати, сейчас пошла такая новость, что... Что Microsoft, что Sony рассматривают возможность в своих играх крутить рекламу. Я не знаю, как это будет выглядеть, народ. Но если в эксклюзивных играх или в играх от создателей, или от платформодержателей, такие как Microsoft и Sony начнут появляться... Появляться... Начнет появляться реклама в играх, народ, я не знаю. Это, может быть, начнет... Это просто будет начало конца. Вот так вот, если позволите мне выразиться. Потому что такое недоразумение я поддерживать вообще не готов. Потому что мы покупаем игру за 80 евро за полную стоимость. А там еще и внутри игровая реклама какая-то где-то крутится. Ладно, если она будет выглядеть, например, как вы... Я даже не знаю. Летите на паутине в игре Человек-Таракан. Там, допустим, через большой-большой открытый мир, вот этот город. И там где-то на баннере светится какая-то реклама. Там джилета, допустим. Или еще зубной пасты какой-нибудь. То это еще пойдет. Но если игра как-то будет прерываться, например, на рекламную паузу, так сказать, народ. Это будет все. Это будет апогей. Вот тогда я встану и уйду из этой кухни. Честное слово. И больше не буду распаковывать ни одну игру вот с такими вот замашками. То есть вы понимаете, да, что я хочу вам сказать. Но ладно, надеюсь, до этого не дойдет, ребята. Надеюсь, до этого не дойдет. Так что, Тин Хартс, посмотрим, что это такое, народ. Мне очень-очень-очень интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Игруха прямиком, насколько я знаю, с Nintendo Switch. Это игруха под названием Octopath Traveler. Да, вторая часть. Я не знал, что существует еще и первая часть, если здесь присутствует цифра 2 в названии. Но окей. Как я вообще вышел на эту игру? Да я не знаю. Весь YouTube был заваленный прохождениями на Nintendo Switch. И мне очень сильно понравился визуал у этой игры. Визуал это обыкновенная такая, как бы 2D приключение, только это 2D в 3D. То есть, очень-очень-очень интересная тема, очень интересный арт. Конечно же, опять от Square Enix. И насколько я знаю, то есть, я не уверен, но насколько я знаю, по-моему, эта игруха даже присутствует и на боксе. Конечно же, в цифровом виде, но не уверен, народ. Потому что, опять же, речь идет о Square Enix. А Square Enix вы знаете, какая это контора. Да, все, не будем дальше. Так что Octopath Traveler, блин, интересная, очень интересная, интересный кавер. Прям чем-то напоминает немного Final Fantasy, Metal Gear, не знаю. Вот Square Enix, как-то вот, как-то... Сейчас скажу такое слово. Вы меня, конечно, не закидываете помидорами, но у них арт однообразный. То есть, кругом один и тот же. Вот у меня такое вот ощущение. Ну да ладно, я абсолютно не фэн, не знаток вот этих всех игр. Просто, что мне приглядывается, от Square Enix я, конечно же, беру. Но это не тот издатель, за который я, не знаю, обеими руками. Нет-нет-нет, ни в коем случае. Так, и что же? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 персонажей у нас каких-то. И я честно скажу, я вообще не знаю, что нужно делать здесь, в этой игре. Ну, написано, расследуй большой-большой обширный мир. Ну, ладно. Я надеюсь, это не открытый мир. Выбираем между новыми путешественниками. Та-да-та-да. Ну, короче, ребята, что я вам буду сейчас зачитывать полностью с этого, с кавера? Не знаю, так не знаю. Так, у нас здесь опять какие-то приколюхи, пусть останутся. И вот такой вот у нас дисок. Дисок, дисок, дисок. Кстати, знаете, что я хочу посмотреть именно на этой игре, сколько она весит? Она весит 10 гигабайт. Окей, окей. То есть, вполне себе. И опять же, раз уж мы здесь, давайте глянем на арт. Вот это вот у нас настоящий арт, то есть стандартный. Оу, а здесь нифига не стандартный арт. Здесь у нас все вот эти вот 8 персонажей или какие-то... Да-да-да, судя по всему, персонажей немножко получили такое рекламное время на кавере. То есть, нам здесь показывается, откуда они или чем они раньше занимались. То есть, описание как бы. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Очень нравится, когда издатели вот этих вот дисковых версий используют арт или заднюю стенку арта каким-то образом. То есть, или картинку какую-нибудь туда кладут, или еще что-нибудь там двойное, не двойное, а двухсторонний арт. Вот это действительно мне нравится, народ. То есть, класс. Так что, повторюсь в очередной раз. Ребята, я без понятия, что это за игра. Я даже не знаю, это RPG или просто какая-то экшн-адвентура. Без понятия. Но, по-моему, это RPG в реальном времени, с боевкой в реальном времени. Может быть, может быть пошаговой. Но, повторюсь, это все не имеет значения. Потому что здесь визуал, ну, настолько он красив и приколен. Я не знаю, я такого никогда раньше не видел. Повторюсь, с первой части я не знаком. Так что, взял просто вслепую себе в коллекцию. Цена, блин, 45, по-моему, или 40 евро. Не знаю почему, не знаю, с чем это связано. Но игра стоит баснословных денег. То есть, вот эти вот 10 гигабайт, вот такой вот нишевый продукт. И стоит таких денег. Я не знаю, неужели очень маленький тираж был на дисках. Без понятия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 What a pain? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА I think that's... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА